Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня я расскажу о том, как провожу профилактику кокцидиоза у кроликов и моих пернатых с помощью очень доступного и дешевого средства йодинола. Показывая свою аптечку кроликовода, я упоминал, что в любительском кролиководстве, а также птицеводстве и обычный йод, и йодинол, так называемый синий йод, как раз широко используется для этих целей. От применения обычного 5% йода я уже давно отказался в пользу пропаивания животных йодинолом. Дело в том, что обычный йод это сугубо наружное средство, при потреблении внутрь он довольно токсичен, а йодинол это соединение йода с высокополимером, например, крахмалом или поливиниловым спиртом. Такое соединение сохраняет все антисептические свойства обычного йода, но совершенно не токсично. И применяется даже для человека для лечения инфекций горла и кишечных инфекций. Йодинол это раствор, содержащий в качестве действующих веществ йод, йодистый калий, спирт поливиниловый и очищенную воду. Препарат представляет собой жидкость темно-синего цвета, кисловатого вкуса с запахом йода. Данное средство обладает широким спектром антимикробного действия по отношению к патогенной микрофлоре. При нанесении на кожу, слизистые оболочки или введении внутрь, йодинол медленно отщепляет молекулярный йод, который действует антисептически или противовоспалительно, а также улучшает обмен веществ. Поливиниловый спирт замедляет всасывание йода и пролонгирует его взаимодействие с тканями организма, уменьшая тем самым раздражение этих тканей. Для лечения желудочно-кишечных заболеваний в основном йодинол дают животным в разведенном виде, в различных соотношениях. В рекомендуемых дозах йодинол не вызывает у животных никаких побочных действий или осложнений. Помимо кроликов я пропаиваю йодинолом и цыплят-бройлеров, и перепелов, и уткам даю. Йодинол можно использовать совместно с другими лекарственными препаратами. Никакого ограничения здесь нет. А продукты животноводства во время или после применения йодинол используются абсолютно без ограничений. Никакого вреда от них не бывает. Я пропаиваю своих животных не реже одного раза в три месяца. Пропаиваю всех. И крольчат еще отдельно, где-то в месячном возрасте, дополнительно пропаиваю. Развожу из расчета 2 мл йодинола на 1 литр воды и даю два раза в неделю в неметаллической посуде в чашечных поилках. С утра обычно поилку с разведенным йодинолом вешаю в клетку, вечером убираю. Животные, как правило, в первую очередь пьют из открытого источника воду, а уже только потом или при его отсутствии из ниппеля. Я применяю йодинол именно как профилактическое средство, и его применение вовсе не освобождает от необходимости убирать клетки, поддерживать чистоту, следить за качеством питания и воды, ну и проводить иные профилактические мероприятия. Йодинол недорогой. Бутылка 100 мл стоит 17 рублей. Применяется для пропаивания, как и обычный йод из расчета 2 мл на 1 литр воды, но не стоит добавлять в ниппельную систему с оцинкованными комплектующими. Йод вступит в реакцию, могут образовываться ненужные соединения, а само оцинкованное покрытие быстро придет в негодность. Я применяю чашечные поилки из пластика. Итак, покажу наглядно, как я применяю йодинол. Беру бутылку воды, 5-литровую и шприц на 10 мл. Такое сочетание очень удобно, исходя из нормы 2 мл йодинола на 1 литр воды, на полную 5-литровую бутылку нужен полный шприц на 10 кубиков, на 10 мл. Если пропаиваю сразу большое количество живности, то удобнее вылить содержимое флакона в стакан и набирать уже из него. Полный шприц 10 мл. выливаю в бутылку, размешиваю и теперь можно разливать по поилкам. Конечно, йодинол это не профессиональное и не специальное средство для борьбы с коксидиозом. Это народное средство профилактики. Я начал применять его давным-давно, когда только начинал заниматься животноводством по банальной причине. В самом начале, когда животных мало, пока ты еще не знаешь, насколько серьезно ты будешь этим заниматься, покупка специального средства, например, того же байкокса, который стоил что-то в районе 3000 рублей за литр, если не ошибаюсь, это было, во-первых, очень дорого, а во-вторых, там нужны-то были буквально считанные миллилитры, куда мне этот литр, вот ты и пользовался народными средствами. И они себя до текущего дня оправдывают. Если хозяйство большое, то приобретение специального средства байкокса или стоп-кокцида становится оправданным. На этом сегодня у меня все. Спасибо всем за внимание и до новых встреч на канале Фермер-Одиночка.